Здравствуйте! Вы смотрите Первый городской информационная картина вторника 14 июня в репортажах наших корреспондентов. Это время Одессы. Главные новости дня. И далее смотрите. С погоней и стрельбой в Одессе на взятки в 7 тысяч гривен задержали двоих патрульных. Конечно, прискорбный факт, но лучше так, лучше очистить так наши лавы, нежели что-то скрывать и тому подобное. Перекрыли улицу. Жители Усатого требуют запретить большегрузам проезжать через их село. Здесь постоянно идут большегрузные машины. Сейчас слышно ночью иногда. Жилье бойцу АТО. Добровольцу из Западной Украины подарили квартиру в Черноморске. То, о чем всю жизнь мечтал. И все подробности далее в нашем выпуске. С погоней и стрельбой в Одессе на взятки задержали двоих патрульных. Произошло это на улице Гайдара. Спецоперацию проводили полицейские и сотрудники Управления внутренней безопасности. Им пожаловался Одессит, у которого копы якобы требовали деньги. Как раз в момент получения взятки инспекторов и поймали. Патрульные пытались скрыться на служебном приусе. Остановить авто удалось, лишь заблокировав его. Во время задержания даже звучали выстрелы. Правда, в воздух. Нам сами же патрульные сказали, что был такой факт. Мы эту информацию определили и передали уже совместно с УВБ. Вели работу. Ребята молодцы, просто супер отработали. Конечно, прискорбный факт, но лучше так. Лучше очистить так наши лавы, нежели что-то скрывать и тому подобное. Известно, что один из задержанных патрульных, бывший сотрудник внутренних дел, второй до этого в правоохранительных органах не работал. По данным СМИ, копы требовали 7 тысяч гривен. Теперь их делом занимается прокуратура. Как раз при получении неправомерной выгоды, этих двух сотрудников патрульной полиции задержали правоохранители. Сейчас, сегодня, следователями прокуратуры сообщено о подозрении этим двум полицейским по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. И будем избирать меру пресечения. Полиция просит Одесситова познать женщину, которая обокрала ювелирный магазин. Золото на сумму 346 тысяч гривен она похитила, когда продавец отошла в другой конец зала. Женщина просто положила украшение себе в карман. По этому факту начато уголовное производство. В полиции просят горожан быть бдительными и сообщать любую информацию о злоумышленнице. Перекрыли разбитую дорогу. Жители села Усатого взбунтовались, требуют отремонтировать улицу, через которую постоянно проезжают большегрузы. Говорят, из-за фур там образовались огромные ямы, преодолеть которые сложно даже на тракторе или внедорожнике. Кроме того, люди жалуются от вибраций. Их дома покрылись трещинами. Из Усатого сюжет Ксении Барвиненко. Эти полосы на стенах – замазанные трещины. Анатолий рассказывает, они появились из-за большегрузов, которые проезжают через село. Говорит, когда колеса попадают в ямы, его дом буквально трясется. Здесь постоянно идут большегрузные машины. Вот сейчас слышно. Ночью иногда. Кто-то новый, не знаю, влетает на скорости. Дом весь дрожит от этого. После этого постоянно появляются трещины. Поэтому эти посмотреть сами, увидеть. Я их заделываю постоянно. Вот недавно заделываю. Но тем не менее, видно, что после покраски опять появились свежие. Лимит веса на этой дороге – 24 тонны. Дальнобойщики уверяют, после того, как на трассах появились новые весовые терминалы, правила начали соблюдать. Машины больше не перегружают. Как пустое, стоит знак 24 тонны. Я могу ехать? У меня 22 тонны веса. Мы в последнее время тяжелые не возим. Стоят весы, больше 24 тонны. 22 груза было больше не видно. Привести в порядок разбитую дорогу согласны за свой счет. Помочь им обещают в сельсовете. Там уже даже составили смету на ремонт. Однако местные жители выдвигают одно условие – запретить проезд большегрузов через село. Жители готовы своими средствами починить эту дорогу. В том случае, если, понимаете, да, что далеко не богатые люди здесь живут, и для них тоже в складчину они как-то будут собираться ее делать. Но суть следующего, что будет обидно, если люди тратят свои деньги, которые кровно заработаны, и в результате это все будет разрушено за счет того, что кто-то на этом зарабатывает деньги. В службе автомобильных дорог утверждают, если деньги есть, к ремонту можно приступить через неделю. Главное – получить разрешение и оформить необходимые документы. Но решить проблему с фурами не могут. Эта задача для полиции. По данной дороге, я еще раз говорю, она является областного значения. В правилах дорожного движения, черным по белому, прописано, что транспортное средство, которое превышает 24 тонны, оно не должно двигаться по дороге. Соответственно, полиция и трансинспекция должны влиять на это, чтобы не было нарушений поезда. Местные жители разошлись, но пообещали, если дорогу не отремонтируют в ближайшее время, а для большегрузов не найдут альтернативные пути, люди снова перекроют улицы. Ксения Порвиненко, Руслан Пейков, Первый городской. Зонинг особого внимания. Одесские активисты снова протестовали под мэрией и требовали внести коррективы в план зонирования территории города. По мнению общественников, если документ примут в том виде, в котором он находится сейчас, в Одессе появятся десятки новых высоток, как в историческом центре, так и на склонах, и даже в зеленых зонах. Мы не против принятия плана зонирования территории города Одессы в целом, но мы против конкретно вот этой редакции. Вот посмотрите, насколько уменьшается исторический центр Одессы. Вот его ареал был вот такой вот, это были защитные исторические ареалы, плюс французский бульвар. А вот это то, что останется. Это будет несколько улиц. Тем временем на заседании Депутатской комиссии по архитектуре должны были рассматривать коррективы к проекту зонинга. Однако этот вопрос сняли с повестки дня. По словам чиновников, они еще не получили рекомендации от Управления культурой и экологической безопасности. Несмотря на это, окончательный вариант плана зонирования территории города обещают опубликовать уже к концу недели. Расстались по-плохому. В городском департаменте предоставления админуслуг написали заявление в полицию на своих бывших коллег из уже независимого центра обслуживания граждан. Мол, те в грубой форме выгнали коммунальных сотрудников на улицу. В новосозданном учреждении информацию опровергают. Говорят, делали все по закону. В подробностях скандала разбирался Дмитрий Далматов. В центре обслуживания граждан на проспекте Шевченко появилось много вакантных мест. Несколько десятков сотрудников из городского департамента админуслуг больше здесь не работают. После переформатирования учреждения их перевели в другие отделы. Правда, покинули здание не без помощи полиции. По-другому, говорят, в руководстве центра бывшие коллеги уходить не хотели. По закону, тут даже документы департамента админуслуг, это не могут находиться, не могли находиться. По закону, то есть на каких основаниях. Мы говорим, пожалуйста, приходите, забирайте, вот оно все. А ребята говорят, нет, мы не уйдем. И я для этого, мои коллеги юристы, вот специально вызвали полицию. В городском департаменте такие действия называют неправомерными и даже написали обращение в полицию. Бывшие сотрудники до сих пор приходят в отделение на проспекте Шевченко, но только для того, чтобы забрать все документы. Сейчас центр работает как госпредприятие. Тут регистрируют имущество и бизнес. С 10 мая это место не имеет ничего общего с городским департаментом админуслуг. По словам руководителей, сотрудников стало меньше, но теперь они наконец-то будут получать высокие зарплаты. Порядка 8 тысяч гривен в месяц. Учреждение находится на самообеспечении, поэтому за быстрое оформление и сервис клиентам придется платить. Чиновники мэрии, с которыми в центре разругались, говорят, подобная система практически узаконивает поборы. Там увидите такую услугу, которой нет нигде и ни у кого, и нету законных оснований для этой услуги. Называется за то, чтобы вам оказали услугу сегодня. А так сказать, ну конечно, вот заплатите 300 гривен и мы вас примем сегодня. Откуда же у вас появляется возможность за деньги принять сегодня? Значит, у вас есть возможность сегодня принять. Аналогичные услуги, но за меньшие деньги оказывают и в коммунальных отделениях. Правда, придется по старинке выстоять очередь. Дмитрий Толматов, Александр Пережилин, Первый городской. Новой взлетки не будет. Правительство не может выделить деньги на реконструкцию Одесского аэропорта. А по крайней мере, до конца года. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион. Он уточнил, что в стране продолжается антитеррористическая операция, поэтому финансов на государственную программу развития аэропортов не хватает. Напомню, на строительство взлетно-посадочной полосы для воздушных ворот Одессы в Кабмине обещали выделить до 200 миллионов долларов. На данный час мы имеем достаточно серьезные проблемы на сходе нашей страны. И у нас первая прерогатива – это оборона, безопасность нашей страны. Поэтому мы работаем над вопросом обеспечения финансовым ресурсом загальнодержавной программы развития аэропортов. И думаю, что в 2016 году у нас пока отсутствует финансовый ресурс на забеспечение. Реализация данной программы в перспективе при формовании мы будем цепитания опрацовывать. Жизнь без ЖКС в Верховной Раде разрешила местным органам власти определять управителей домов, которых не создали ОСМД. Их на конкурсной основе может выбрать ГОР, РАЙ или Сельсовет. Чиновники также назначают цены на предоставляемые услуги. Отмечу, за жильцами остается право досрочно расторгнуть договор с назначенным управляющим при условии, что они создадут объединение совладельцев многоквартирных домов. Если будет принято решение по созданию объединения совладельцев или выбор своего управителя самими властниками, они смогут разорвать в любой момент договор с управителем, которого им назначат по конкурсу. Лише два месяца нужно для информации такого управителя. Приймайте решение про управление самостоятельно и вызначайте, сколько вы хотите, можете платить за обслуживание своего житла. Жилье для Ангела. Такое прозвище у добровольца батальона АЗО, в котором меценаты подарили квартиру. Зовут героя Юрий, он сирота, до сих пор стоял на квартирной очереди. Награжден медалью за независимость Украины третьей степени. Парень отметился в боях за Широкина. Спасал своих товарищей, когда попали в засаду. Уже в среду он отправится обратно в зону АТО. Вообще шикарно. Это то же самое, что президентом стать, наверное. Это первая квартира в жизни, в 33 года. То, о чем всю жизнь мечтал. Будь твоей царство и силы и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и по всяк час, и на веки веки в аминь. Ангелы охоронься тоби, Господь, и пусть никакая пуля Господь тебя не возьмет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, аминь, аминь. С Богом. Благословляю тебя на жилье в этом доме, потом попозже мы его святим, как положено. Большое спасибо вам. С возвращением. Господу спасибо. Сотни спасенных жизней и бессонных ночей. Одесские медики рассказали о специфике работы на станции скорой помощи. Так, за одни сутки на пульт диспетчера поступает несколько десятков звонков. От самых простых – температуры головной боли, до инфарктов и даже ножевых ранений. В ночном рейде с врачами побывала и наша Ольга Дунская. Подстанция скорой помощи. 10 вечера. Для Марии этот вызов сегодня уже 50-й. Обычно девушка работает фельдшером в реанимационной бригаде, но в этот раз дежурит в диспетчерской. Впервые по ту сторону адресов координирует машины. Есть центральная подстанция, куда приходят адреса, потом уже передаются к нам, а мы уже на бригады распределяем. Конечно, когда дают тяжелый адрес, надо быстренько все заполнить и отправить. Вот давали нам ранения, ножевые, травмы, нестрельные. Вот это, конечно, самое, когда детки болеют. Вот это самое такое сложное – принять и отправить быстро машину. Бригада собирается на первый вызов. Сотруднице ресторана стало плохо. Ей меряют давление, дают лекарства и делают кардиограмму. Спустя полчаса женщине становится лучше. Госпитализация не потребовалась. Однако так бывает далеко не всегда. Может, в дороге больному стать хуже, может, надо будет реанимировать сознание, может, все это по-разному. Контролируем, подконтролируем всегда давление, меряем, смотрим за больному, аппарат его подключаем. Делаем ЭКГ, снимаем, включаем инфаркты, пациентокардии. А вот следующий вызов сложнее. Мужчину избили в центре города, сломали предплечье. Можете идти самостоятельно. Шину накладывают прямо в кабине. Здесь же и дезинфицируют раны. В этом случае без госпитализации не обойтись. Главная задача бригады скорой помощи – как можно быстрее доставить пациента в больницу. Всего на подстанции дежурят 11 бригад. Одна детская, психиатрическая, несколько реанимаций, а также фельдшерские и линейные бригады. В среднем за сутки одна бригада скорой помощи выезжает примерно на 10-20 адресов. Из них значительная часть криминал. Что ждет медиков на том или ином вызове, они узнают только после приезда. Ведь по телефону им дают минимум информации. Для такой работы, кроме знаний, нужна хорошая физическая подготовка и стальные нервы. Фельдшерская аптечка весит несколько килограммов. Пациентов зачастую приходится нести на себе, а некоторые из них ведут себя агрессивно и угрожают врачам. С седьмого этажа прыгали, все бывает. Ну как, ну вот не знаю, как сказать. Не знаю. Ну как-то вот выходили, как-то договаривались, как-то в другую русло разговор, как-то переключить внимание, отвлечь как-то. На сон времени у медиков практически не остается. За одним вызовом поступает следующий. А в свободное время фельдшеру необходимо пополнять аптечку. Вместе с бригадой скорой помощи в ночном рейде участвовали Ольга Дунская, Дмитрий Боровецкий. Первый городской. Чао. Давай, Ваняша. Да, до утра. Фантомима и Клоунада в зоне АТО. Коми-группа «Маски-шоу» отправилась на гастроли в Донецкую область. Там одесситы дадут четыре концерта. В Мариуполе, Покровске, Константиновке и Краматорске. В программе смешные мимические и клоунские новеллы в интерактивном стиле, то есть во взаимодействии с публикой. На своей странице в соцсети комики пишут с радостью, постараются сделать жизнь людей, которые видели войну, яркой и веселой. Как минимум на два часа. Ну, не зря ведь говорят, что смех лечит. Ну, а у нас на сегодня все. Вы смотрели «Время Одессы». Будем ждать хороших новостей и увидимся в следующих выпусках. Оставайтесь с нами. До встречи на Первом городском. Субтитры подогнал «Симон»!